Сегодня в выпуске. В связи с окончанием реконструкции скверов при домовой территории по адресу улицы Федоровская 47 и 49 представители ветеранской организации авиагородка Бельбек проверяют состояние подвалов домов. Цель проверки – выяснить, как влияет количество воды в озере Сердце Бельбека на наличие воды в подвалах домов 47, 49, 55. Есть ли взаимосвязь между подвалами домов и озером? Федоровская 47 и 49. Два дома, которые у нас всегда, подвалы мокрые. Ну, это бывший ДОС 19-20. Сегодня мы 13 ноября, мы сегодня хотим посмотреть перед дождями осенними, какое состояние этих подвалов. Сейчас мы подошли к четвертому подъезду дом 47 по улице Федоровской. Вот в этот подвал мы спустимся. Вызвали наших спелеологов. В нем сегодня будет исполнять роль представителя ветеранской организации Мискевича Олега Михайловича. Так что мы идем замерять, смотреть. Хочу сказать жителям вот этого дома номер 47 по улице Федоровской, что сегодня сделаем мы контрольный замер и состояние подвала в этом доме. При Украине был проект на ремонт подвала. Тут делегации приезжали, и главный архитектор приезжал города, смотрели. И даже вот на эту стройку закрыли ворота. Помните, стояли ворота? Да, были там, да. Чтобы не ездили, потому что дрожала эта земля, и ни в коем случае. У нас вообще... Проблема сырой подвал у вас давно или недавно это произошло? Что? Ну, чтобы вода в подвале стоит. Она все время стоит. То есть в момент распределения эксплуатации занято? Его отстроили этот дом, кругом вода была. До второго этажа построили. С Москвы приехала комиссия и говорит, вы что в воде дом построили? И тем более он стоит не на фундаменте, а на инкарменском камне. Запретили. Два года его не строили. Вообще стояло это. Два этажа построили. Потом приехала очередная с Киева комиссия. Выкопали вот этот водоем, выкопали дренажную канаву. Здесь вот дренажная канава была по всей этой длине. Длине напротив дома параллельно. И вода стояла в этой канаве круглый год, летом и зимой вода была. Потом ушла и стали строить дальше этот дом. То есть получается дом на болоте практически построен, да? Ну так, кругом камыши росли и все, солдаты. Вот таких вот у нас солдаты жили потом наши. Так они в сапогах резиновых ходили, строили этот дом. Сейчас будем смотреть, посмотрим, что там будет. Подсказали, куда идти, сразу налево. Но пока мы здесь видим сухо. Пойдем дальше. Давай, Михалыч, пошел. Меня не сбил с ног. Ну а что сделал? Сейчас мы тоже хотим жить. Так. Давайте смотреть, что тут у нас. Налево, она сказала, налево, Михалыч. Вот сюда, ты помнишь, дамы. Если можно трубаться, правда? Ага. Ну это там глубоко. Да я вижу, мы не будем туда выходить. Нет, нет, нет. Тебе встань вот туда, Михалыч, с той стороны встань, чтобы тебе лицо освещало туда. Нет, нет, долго. Вот она, вон она, жаба бегает там, да. Живет тут жаба у вас. Да. Вот в этом вот, где они сделали выемку специально для проверки. Вот живут лягушки. Так. Ой. Смотри, труба. Тут он, релизный, я такая, чуть голову не разбил. Значит, сейчас что мы делаем? Сейчас берем и делаем замер воды вот в этом углублении. Так, сколько здесь его? Вот так, примерно по-федоровски. Так, это будет примерно у нас по фундаменту, да? Давай сейчас еще по первой ступеньке вот померяем по этой вот. Не по грунту, который там лежит, да? А вот первая ступенька от нее. Она железная, ну, каменная, от нее не денется. Вот так вот, давай. По уровню каменной ступеньки. Говорит слух, а ну как бы записывайся на камеру. Чуть выше свой кратый. Вот так вот, да, вот так вот. Да, вот так. Зафиксируй. Так, есть. Дальше так, нижние ступеньки до дна. 48. 48. Теперь померь, сколько воды находится сейчас вот в этой ямке. Да, просто сколько воды вот. Находится воды совместно с лягушкой. Да, с лягушкой, да. Находится воды 18 сантиметров. 18 сантиметров, да. 18 сантиметров. Путем простых вычислений получаем 150 сантиметров. Это расстояние от порога подъезда до зеркала воды в подвале. Смотрим дальше, что здесь. 18 сантиметров. Стены смотрим, что здесь. Так, секунду, подожди, сейчас я смещусь. Не смещусь. Вот они. Вот смотрим состояние подвала этого. Освещаем здесь, здесь, что вот. Значит, сырость. Сырость присутствует. Она здесь, по-моему, никогда и не высыхала, да. Вот там находятся две трубы. Я сейчас проверю. Люди жаловатся, что значит, жители, которые живут вот в этой квартире наверху. А вон стена у них, видишь, прям сверху, видна вода течет. Сейчас я. Сейчас я ближе, они подойдут ближе. Ты снимай. Не, не, давай я ближе снимаю. Пойду сюда. Вот этот угол, вот видите, прям вода течет откуда-то сверху. Так, здесь я смотрю. Ну, я смотрю, что стена, так я почти бою, как говорится. Зайду сюда. Стена сухая. Сухая. Значит, раньше стекла вода. Да, раньше стекла вода. Сейчас стена сухая. Здесь трубы сделаны, смотрю, нигде не сообщится. Вода не капает, по-моему, здесь твердый. А вот эту стену посмотри, потому что та сторона мокрая, видно у них. Вот здесь я сейчас смотрю. Вот здесь я смотрю. Здесь подтек канализации. Да, капает канализация. Канализация капает. Да, вот я смотрю, что капает канализация полностью. И капает она из плиты, которая выше. Никто никогда не снимал. Ну, значит, там где-то пробой, наверное, трубы. Так, сейчас я смотрю, где. Вот. И капает, и капает не из трубы, а капает из бетонной. Ну, из бетона. Это для руководства компании. Надо их сюда вызывать однозначно. Вот эта вода, вот, видишь, она течет. Да, да. Вот, вот проблема в чем сейчас находится с этой водой. Вот она здесь собирается постоянно. Вот она, вот прям видно, с кирпича капает, смотришь. Да, вот. С кирпича капает. Вот я показываю, в каком месте, если не знаешь управляющую компанию, куда смотреть, мы показываем. Вот. То есть там в ходе в подвал, с левой стороны, канализация, вывод канализации. Вода капает, вот она. Она капает из бетона. Ну, скорее всего, чугунная труба лопнула, да, и вода идет в плиту. Никто этим не хочет не заниматься. Вот вода течет по вот этой стене. Это надо заниматься ветеранской организацией. Нет, нет. Она деньги за это получает, а управляющей компании надо только отписки делать жителям. Вот вода течет, видишь? Я жючки пищал. Да, вот представь, сколько поставить, если ведро, сколько оно насечет. Вот она сечет отсюда и так далее. Значит, надо вызывать управляющую компанию. И у нас здесь веревочках сделано. Да, 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 да. Веревочка, соника. Вот. Все ясно. Вот проблема в чем здесь, что вода течет. А может быть так, да. Да. А так вода течет не поступает. А там сухо. Все ясно. Вот я смотрю, подвал дальше. Смотрю, подвал дальше. Да. То есть причину установили. Там не течет той стены. Вот. Сейчас управляем. Управляем. Надо будет нам. Так, сейчас идти подсвечу. Та сука тут все везде. Да. Тащи сухо. Ну, и как здесь по ГТО где-то что-то припрято. Федоровская 47. Четвертый подъезд. Мы спускались сегодня в подвал с Валерием Михайловичем. Смотрели состояние... Как это сказать? Пола подвала. Есть ли там вода или нет. Значит, все подвалы сухие. Все секции. Только одна. Когда спускаешься вниз влево. Там они специальные колодки спальники выкопали. Чтобы туда вода собиралась. Действительно, там стоит вода. Ну, размер я в предыдущем сюжет показал. Какие размеры и где-то. Но мы нашли, это не грунтовые воды. Мы нашли ситуацию, что, скорее всего, лопнула труба водосливная. Ну, сбор королизационных вод. Где-то в тру... Это где-то... В плите перекрытия. В плите перекрытия где-то труба лопнула. И вода бежит прям в плиты. Мы посмотрели. Я застрял на камеру. Примерно толщиной со спичкой течет постоянно. Такая струя бежит. Соответственно, набегает там вода. И никуда деваться едет. Поэтому сегодня мы все материал обработаем. И в понедельник мы отправляем управляющую компанию в Север. Ну, и нашему депутату, Аветик, принимаем информацию к работе. Все. Да. Я думаю, что, возможно, заполнение озера не будет влиять на состояние этого подвала. Ну, мы тогда-ка делали замеры. Там у нас не сообщающие сосуды. Да, не сообщается. Совсем по-другому. Федорская 49 годов подъезд. Четвертый, пятый подъезд. Последний, шестой подъезд. Последний, шестой подъезд. Грудь, конечно, влажный. Но вода не стоит. Нигде ничего. Воды нет. Вода не стоит, да. Да, вот мы все посмотрели внимательно. Дальше бы не полезли, потому что нужно нам специально спецоборудование. То есть надо одевать сапоги, грязь. Ну, грязно здесь, конечно, все. Надо идти после карты трубы, обсвечивать, смотреть, где капает, где не капает. Но это сложный вопрос, потому что надо это время специально. Так вот, я туда ходила. И вы знаете, как мы когда ходили с Колей? У меня были сапоги короче, а у него такие черные по колено. Он шел впереди, я шла за ним. Понятно. И значит, у нас было как? С этой стороны была вода, и туда тоже. Ну, пока воды нет. На факт сегодняшний день, до 13 ноября воды нет. Мы методом человека будем сейчас мерить, какая глубина озера. Вот все. Ну вот, мы сейчас определяем, какая глубина озера. Сколько здесь? До конца, да? 2,50. 2,50. Ну, 2,50. Это и там 70. Итого получается 3,20 сейчас глубина озера. Продолжим наше вычисление. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды в озере 320 сантиметров. При вычислении из этой цифры расстояние от порога до зеркала воды в подвале 150 сантиметров получаем разницу в 170 сантиметров. Вывод здесь один, вода в озере никоим образом не соединяется с водой в подвале. То есть принцип соединяющихся сосудов здесь не применим. И если озеро получит дополнительную воду и поднимет зеркало воды еще на 170 сантиметров, это никоим образом не повлияет на состояние подвалов окружающих домов. Итак, Федоровская, 55. Первый подъезд. Подвал. Опа! Подвал сухой. Пока сухой. Смотрим. Так. Где-то что-то капает. Что-то случилось. И потолок мокрый. Скорее всего опять трубы дефект. В перекрытии. Такое уже было однажды в нашем доме. Я здесь внизу. Как раз там, где капает. Вот. Вот. Тут еще и свет есть даже. Я не знаю, что у нас свет даже здесь есть. Видишь, вот. Я с фонариком. Ну вот, смотрю, капает. Вот, видишь, как бы с перекрытия идет. Бежит. Видишь, ручья камень бежит. По воде, он видно, он сверху. Видишь, он бежит, вода. И мокрое здесь, видишь, вверху. Мокрое вверху. Значит, скорее всего опять перекрытие. Такое было у меня тоже лет пять назад. Может, больше, еще при Украине. У меня было между первым и вторым этажом. Панельное перекрытие было. Прогнула труба. У меня сухо, а соседи мокрое внизу. Ну, пришлось разбирать, делать. Здесь тоже такая история. Скорее всего, скорее всего, надо такая история смотреть, откуда бежит. Ну, вот сюда все бежит вода. Где у нас еще проблемы есть? Ну, пойдемте. Держи фонариком. Иди вперед, показывай. А я бы с тобой. Это вот ты латал, да? Да. Ну, вот, дождались бы. Так и не приехали, да, специалисты? Это год назад. Год назад было сделано так, да? Да. Здесь все текло. Я взял скотч-пленку. Понятно. Встреч-пленка и все замопал. Вот оно сливалось с этой трубы. И тут прям темно все было мокрое-мокрое. Скорее всего, улопнуто было чугунка, наверное, да? Здесь вот эти куски. Они поваливались. Чугунка лопнутая. Короче, надо было менять колено полностью. Надо было. Полностью все здесь надо менять. Тройник. Да. Я на содержание жилого помещения ежемесячно плачу в ГУПС-Север 960 рублей и взнос на капитальный ремонт 679 рублей, не считая других мелких платежей. А нас 40 квартир. В ГУПС-Север получается, как в пародии Петросяна, давайте возьмем у американцев большой кредит, на эти деньги наймем их работать, и пусть сами этот кредит отрабатывают. Вот мы сами отрабатываем. А они в течение года ничего не устранили, хотя заявки были официально оформлены. Больше у нас нет проблем, да, пока? Ну, здесь пока не было. Ну, вот у нас, смотрите, Федоровская 55, первый подъезд, тот стояк, где трехкомнатные квартиры. И вот уже труба до таком состоянии уже дошла. Уже капает вовсю. Снизу показать надо, чтобы... Там все видно, да. Вот она, капает вовсюд. Это не в одном месте, надо целую трубу менять. Потому что вот там тоже мы еще нашли, вот сейчас там дальше покажу. Вон еще, еще место. Может прорвать в любой момент. Вот еще, свищи. Сталоктиды вырастают. Короче, здесь надо трубу менять и не одну. А как-то они готовили к зимнему сезону эксплуатации. И вот я опять показываю еще раз, прежде чем уйти отсюда. Вот она все капает, здесь капает, и здесь она выходит с... С балки выходит, с перекрытия. Ну, я думаю, дом управления Север, ну, этот правильщий компания Север должна разбираться с этим. Вот собственник, который находится на первом этаже, двухкомнатная квартира, первый подъезд. Надо с ним работать, там бабушка какая-то живет. Надо с ней работать, чтобы это все дело восстановить. Иначе будет постоянно здесь сыра, мокрая, и вонизм будет стоять. Скресом, а свечи-плёрка, я вам... Ну да, опять там забивал, да? Прям нет, не забивал, посмотрите прям тут. А-а-а, вижу-вижу-вижу, когда взбудутся, трещина там. Другой стройкой зайду сейчас. Вот еще, видите, лопнуто все. Лопнуто чугунка. И вот... Спасибо, что Саша сделал. Временно сделал. Опять будет временно, это постоянно, да. Уже год стоит. И тот, и этот год стоит. А что дом управления? Не может купить колено обыкновенно здесь ставить, отчеканить и все сделать? Или это им не надо? А за что мы деньги платим тогда? Это все первый подъезд, первый стояк. Это вот стояк у нас как раз под двухкомнатными квартирами.